Конечно, очень интересное направление, связанное с применением технологии искусственного интеллекта, особенно в поддержке диагностики различных заболеваний, в частности сейчас очень актуально легочных заболеваний. В таком экспериментальном пока режиме есть у нас свой портал, где в принципе любой пользователь может загрузить свое изображение и получить аннотацию, вот что думает интеллектуальная система о состоянии легких данного человека. Мы там имеем такие разработки анализа как рентгеновских изображений, так и изображений компьютерной томографии. Поэтому мы предусмотрели такой проект дальнейшего развития медицинских информационных систем с использованием технологии искусственного интеллекта. И вот комитет по здравоохранению Мингородсполкома поддержал такую работу, поддержал такой проект и вполне возможно, что после определенной сертификации результатов этого программного обеспечения мы могли бы действительно эти технологии интегрировать в нашу систему здравоохранения. Работают в направлении как создания вакцин, так вот работы над созданием новых лекарств. Мы вот в Академии наук в том числе разработали технологии компьютерного моделирования, в том числе с применением тоже технологии искусственного интеллекта, которые позволяют рассматривать огромные базы данных и выделять потенциальные соединения, которые могут быть потенциальными лекарствами против в том числе коронавируса. И вот сейчас полученные нами результаты опубликованы в международных изданиях, участвуют в международных таких конкурсах, сейчас достаточно много таких конкурсов по разработке лекарств. И вот мы, так сказать, тоже работаем в этом направлении, получив уже целый ряд потенциальных химических соединений, которые можно тестировать дальше как лекарства. Это не такой, знаете, подход первостепенный, как в мире стали развивать, поскольку вот надо срочно какие-то лекарства, и когда уже проверенные лекарства против других заболеваний, они тестируются на эффективности против коронавируса. А долговременный подход состоит в том, что нужно искать именно целенаправленные, разрабатывать лекарства, целенаправленные, которые будут эффективны против вируса. И вот в Академии наук в том числе мы работаем в этом направлении.